С нового года для работников бюджетной сферы вводят новую формулу начисления зарплат. Впрочем, для страны это вовсе не новость. Соответствующий указ был подписан еще в январе, чтобы на протяжении года все организации и предприятия разобрались в нюансах новой системы. Разработчики заверяют, зарплаты не станут меньше. Об этом в указе есть даже отдельная строка. Главное, для чего задумывались изменения, это простота и прозрачность надбавок и премий. Так что же изменится в наших расчетникам, спросим у Ольги Онищенко. Считать зарплаты по-новому в стране начнут уже со следующего месяца. Январские расчетники, полученные на старте февраля, определенно преобразятся. Но это правило коснется лишь бюджетного сектора. Реально же, то есть промышленники, аграрий, транспорт, торговля или услуги в этом смысле никаких изменений не почувствуют. Но и бюджетникам опасаться падения доходов тоже не стоит. Почему, сегодня нам подробно разъяснили инициаторы новации. Минтруда и соцзащиты ведомства, которое в ответе за то, как формируются наши зарплаты. Здесь поясняют, пока еще действующей системе без малого два десятка лет. Простой ее точно не назовешь. Не каждый бюджетник знает, что значит в расчетнике все эти строчки, почему такие цифры и за какие заслуги такие, а не другие доходы. Сегодня в отдельных отраслях мы имеем от 20 до 30 различных повышений и доплат. Новая система достаточно простая, понятная и прозрачная. Основу новой системы оплат труда формирует оклад, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты. Вот три элемента новой зарплаты, скажем так, бюджетных работников. То есть расчетник визуально станет на порядок проще. От силы 5-6 пунктов. Что примечательно, основные суммы начислений попадут в оклад. Теперь эта доля зарплаты станет весомее, на уровне 50-60%. Если вдаваться в нюансы, все потому, что при расчете тарифную ставку первого разряда, а раньше все плясало от нее, заменят на базовую, куда большего размера. Поэтому сумма оклада вырастет. Да, надбавок станет меньше, не скрывают в министерстве. Раньше их было больше 50. Но, во-первых, основные оставили, например, за стаж, сверхурочные, выходные или вредные условия труда. А, во-вторых, если одни доплаты снизят, значит, подрастут другие. Главное, уровень зарплат в новом году не может быть ниже нынешних доходов в бюджетной сфере. И это обязанность каждого руководителя и одно из требований президентского указа. Если сегодня вы получаете тысячу рублей, то тысячу рублей вы получите не меньше, по крайней мере, и в январе. Живой пример, да, надбавка за стаж работы. Сегодня она за стаж работы по специальности, либо в отрасли. С января будет надбавка за стаж работы в бюджетных организациях Республики Беларусь. Если номинальный размер вот этих выплат действующих в январе у какого-то из работников уменьшится, то вот эта разница должна быть компенсирована руководителем в рамках его компетенции, тех полномочий, которые дает ему законодательство, другой выплатой в пределах фонда оплат труда. Все последние месяцы бюджетные организации ориентировали. Работникам стоит объяснять, почему к расчетникам с нового года придется привыкать. Минздрав, например, массово рассказывал о нюансах новой системы. И сегодня специалисты ведомства, профильных управлений и комитетов продолжают отвечать на любые зарплатные вопросы. Но там, где эту возможность не упустило руководство, люди не сомневаются, перемены будут, но лишь технического склада. Администрация заверила, что будут сохраняться все надбавки за категорию, за стаж, какие-то доплаты за вредность работы. То есть все это сохраняет. Я надеюсь, что это будет точно такая же зарплата. Возможно, где-то и увеличением будет ее даже немного. В одной из столичных поликлиник нам рассказали об особенностях зарплатного указа. Мол, медикам сохранили все отраслевые доплаты. Как и раньше, поддержат и молодых специалистов, и работу на скорой, и участковую службу, и так далее. Число доплат, да, стало меньше. Их сократили до 13. Но что важно, в денежном выражении надбавки не урезали. Выплаты объединили, а их размеры суммировали. Вот и весь фокус. Еще одна новация. Руководитель получил больше свободы в начислении доплат. Принцип таков. Тот, чей вклад в общий успех заметнее, может рассчитывать на прибавку. Это великолепный механизм для руководителя поощрить сотрудников, которые действительно достигли высоких результатов своего труда. Надбавки за высокие достижения в работе, они, в общем-то, не ограничены суммами. То есть руководитель вправе при наличии фонда и дать сотруднику достаточно большие суммы, если он того заслуживает. Премиальная отдельная строка в расчетном листке. В указе премии ограничили пятью процентами от суммы окладов. Волнение оправдано. Сейчас размер куда больше. Но Минздрав акцентирует. Потерянные суммы уйдут опять же в надбавки. По ним, наоборот, проценты значительно выросли. Если сегодня, например, надбавка за сложность напряженность составляет до 50%, то в новой системе оплаты труда эта надбавка составляет до 200%. Она в себя вобрала, в общем-то, многие те мелкие доплаты, которые сегодня существуют. Таким образом, при принятии решения о начислении заработной платы, эта надбавка просто дается больше, и специалист понимает, что зарплата ее сохранена. В итоге Минздрав, как и другие ведомства, курирующие бюджетный сектор, уверяют, падение доходов не случится. Бюджетникам, напротив, обещают прибавку. А Ростик, к слову, весь ноябрь говорили в парламенте, принимая бюджет. Как минимум 10%, а для медиков все 20%. И деньги под эти цели уже предусмотрены. А в течение ближайшей пятилетки речь о двукратном повышении зарплат для каждого белорусского доктора. Ольга Онищенко, Юлия Гризунт и Юрий Тихонович. Агентство теленовостей.